Привет, ковбой! Это снова я. Тот самый грязный и самый быстрый револьвер, отец Шуморо. Ты знаешь, я прочёл твой ответ на моё предыдущее письмо и понял, что ты хочешь больше. Ты хочешь ещё. Ты хочешь ещё наслаждения, уничтожения этого дикого, вонючего запада. И я дам тебе ещё. И я дам тебе ещё. И я дам тебе ещё много. Два дня из жизни ковбоя. Поехали. Один, мать твою, день назад! Дай-ка я тебе проучу. Будешь знать, как сидеть на чужих кроватях, сучка? Блядь, не себя. Не себя, спокойно, 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 спокойно. Мой лагерь, мой огонь. Нравится тебе? Нравится тебе сидеть на чужом диване? А? Уходи, Шабалда. Тебя не звали сюда. Блядь, блядь, блядь. Всё, горит, а мне нравится. Сразу же после тех событий, которые ты увидишь позже этих. Эй, мальчишки! Бабгеры, что ли? Мост, да, перекрываем! Сосновочки! Как вам такое, блядь? А? А? Смотри-ка, возвращаются. Вернулись, вернулись на мост. Радостные мои. А у меня ещё есть динамит. Чё там за тела? Нравится? Нравится мост перекрывать? Кто там? Уже никого. А почему? А потому! Вот это, да, вот это я понимаю. Блядь! Перекрыть, да, решили? Отомстить, решили отсюда. Ты посмотри, что делаю-то. Посмотри, радостные. Ладно, давай подготовимся. Чё, маленькие? Ой, прострельщики пошли. Ай-яй-яй, через дверку пытаются отца убить в магазине. Да за что? За что они пытаются это сделать? Я вот этого не понимаю. Ну, взорвал я вас пару раз. Всю вашу команду, да, радостные. Поцелуете, поцелуете, мой хороший. Ну, взорвал. Он сплюнул мне? Он сплюнул мне ещё раз! Он плюёт в отца самого быстрого револьвера на Диком Западе! Я ему шлю поцелуи, а он плюёт мне. Пошёл ты нахуй! Так, значит. Смотрим на мини-карту. Раз, два, три, четыре. Четыре членососа окружили здание, где я нахожусь. Убить они меня не могут, потому что я стою у магазина, если ты вдруг не знаешь, что это за ситуация. Один справа, двое слева получается, да? Да, это всё одна банда. Хорошо. Выпьем за это дело, как говорится. Выпьем всё, что у нас есть. И сейчас покажем вам, кто здесь на самом деле самый быстрый и вонючий. О, зажигательная смесь пошла у тебя, девочка. Так, так, так. Один там. Слушай. У меня есть идея. Просто выйти, блядь, как Джон Вик нахуй. И дать им пизды. Мне кажется, это было бы замечательно. Потому что они заслуживают. Поехали! Первый, второй. Хорошо. Второй доделал. Я думал, сначала убил. Хорошо. Первый, второй. Между первым и вторым промежуток небольшой. Эй! Не будь лапшой! Пацаны возвращаются. Они уже выезжали куда-то, смотри. Третий. Чё, ребята? Я и безрывчатки могу, ёпта! Так, разо. Разо, радостно, радостно, нам весело. Так, разо, респаун. Респаун. Давай посмотрим, смогут ли они взять отца. Хорошо. Хорошо, молодцы, молодцы. Воюют до конца, понимаешь. Воюют, бегают, радостные дыги. Все хотят войны, как говорится. Хотят войны. Вот, разо, видишь? Ты просил меня побольше пвп? Вот сейчас я тебе здесь наделаю пвп. Соло против сквадов, а почему бы и нет? А мне это нравится всегда. Давай, маленький. Давай, маленький. А, ещё один. В бочину стреляет. Хорошо. Хорошо, в бочину стреляет. Это, мой хороший. Так, подожди, попадает. Хорошо. Ну, у него нет снайпы. Это большой минус для этого маленького. Сейчас мы обнаружим позицию и посмотрим, что будет из этого дальше. Выливаться, да, у нас? Ну, маленьким взорвал мост, поймаешь. Ну, они моего коня убили до этого. Я помню, это были они точно. Я панику узнал. Двоих из них. Двоих из них узнал и решил отомстить, естественно. Вот, я подорвал мост. Думаю, хуй моего коня убивать, правильно? То есть они коня, мы его убивали, как бы вот и вот и получили. Поймаешь, я неплохой, я, нет. Я, блядь, запиздился. Мне это не нравится. Я, я неплохой, я хороший. Я просто, ну, я думаю, что что они мост перекрывают. Как бы, мост общий, они его перекрыли. Как бы, я решил их взорвать. Ну, мне кажется, это правильное решение, понимаешь? Это правильная вариация событий. Тихо. Хорошо. Вот, значит, они еще жать меня, прикинь, начали. Они просто взяли, ну, ты видел, окружили магазин. Это как так можно? Они что, не понимают, что внутри самый быстрый револьвер никого запада? Как это можно не понимать? Любой бы понял. Напиши мне, ты бы понял? Вот по-любому ты бы понял. И вот там отец Шумору, как бы. Зачем жать его в магазине? Сами виноваты. Вот сейчас мстя будет жесткий, как говорится. Я, я-то ничего плохого не сделал, как бы. Ну, динамитом подорвал. Они, видимо, там перевозили какой-то труп или что, я не знаю. Они почему-то тело начали забирать. Может быть, они миссию выполняли и ожидали просто, когда эта миссия закончится, а я им ее зафейлил. Хрен его знает, но, тем не менее. Радость! В этом есть мой горожный. Ой, он уже с ножиком бегает, я не знаю. Мне кажется, этих ребят нужно оставлять в покое, потому что... Ну, что они себе представляют? Ну, ничего, а уже отъехали некоторые. Все, остался один. Ну, смотри. Ну, что это такое? Ну, ой, с ножиком бежит. Господи, боже мой! Я не дам себе. Что он думает? Я сейчас на ножах, типа, вот я сейчас фраг сберу. Нет, блядь. Ты уснешь? Мне неудовлетворенным, как говорится. Ты понимаешь, нельзя удовлетворять ковбоев на Диком Западе своим пистолетом, как говорится, да? Точнее... О, уже пистолет сделали, что там? Точнее, я тебе скажу так. Не удовлени... Не корми, как говорится. И вот он хочет зарезать с ножа. Вдруг бы у него получилось? Тогда бы он ушел удовлетворенный. Удовлетворенный. А так он будет нервный, нахуй. И обиженный на то, что ему дали пизды столько раз подряд. Вот это мне нравится больше. Мне кажется, это был очень хороший файт, дружище. И достойный миллион тысяч лайков, если ты еще не забыл поставить, конечно же. Спасибо. До следующего утра! Знаешь, ковбой, часто после таких вот заварушек хочется просто забраться на самую-самую высокую гору этого прекрасного красивого мира и насладиться видами. Потому что ты победитель. Ты на вершине. А поистине себя на вершине можно почувствовать только в горах. Понимаешь? Обязательно съездить сюда. Здесь очень красиво. Здесь можно выпить, покурить, как говорится, да? Ну, естественно, в шутку. Вот. И заняться какими-нибудь другими делами, которые у тебя накопились. Это очень красиво. Это мое любимое место. И это моя любимая гора. Но это еще не все на сегодня. Сегодня только начинается. Днем ради до всех этих событий и депизди, что ты вдруг запутался. Ну, че, братишка моя сестренка. Знаешь, сегодня я решил посвятить много нашего с тобой времени PvP. Ну, точнее, как бы, не много нашего с тобой времени, а конкретную каточку. Конкретный режим игры, пабгерский, да, под названием «Царь горы». Но он не совсем такой уж пабгерский, но, тем не менее, это пабг в Red Dead Online. То есть, имеется в виду не голодные игры, а игры королевские. То есть, вот у нас есть царский-королевский лайк, а есть королевское занятие позицией. Итак, суть этого режима... Сейчас, разогреемся. Таймер еще не пошел, через 10 секунд пойдет. Суть этого режима... Лежи нахуй. Суть этого режима заключается в том, что ты должен удерживать определенную территорию на карте, соответственно. Тот, кто удерживает дольше и вообще находится на этой территории, забежал на нее первый... Вон он, вон, 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 серая территория. Забежал на нее первый, тот побеждает. Как говорится, да, у кого будет больше очков. Главная задача, значит, пройти в зону, да, в территорию. Хорошо, хорошо. Это хорошо, ты думаешь, он меня убил? Нихуя, я забираю свои очки. Не надо даваться живым, когда ты, соответственно... Точнее, сдаваться, не даться живым, у нас надпись, не нужно ее юзать. Значит, я получаю свои очки. Я первый сюда прошел на территорию, я лежу и продолжаю получать очки. Потому что меня критически ранили. Все нормально, все нормально, как бы. Все нормально, бомбить не стоит. То есть, если тебя вот так вот роняют на территории, все окей. Сейчас будет сложность добежать туда, обратно. Значит, нужно пить тоники. Обязательно брать с собой тоники, если ты хочешь брать топ-1. Потому что тигрины и львы, которые играют на топ-1, они всегда выпивают, как говорится, да? Ну, я имею в виду тоники и энергия. Видишь, мне уже в спину настреливают. У меня простые тоники, первые. То есть, ничего такого, ничего сверхъестественного, соответственно. Не использую. Все доступно, все достаточно дешево. Дешево. Задача удерживать территорию. Хорошо. Я понял тебя. Они что-то не бегут на зону вообще. Это очень странно. То есть, как бы, режим прикольный, режим интересный. Но знаешь, что приоритет это зона, а не перестреляться с кем-то вообще в округе. То есть, как бы, возьми с собой побольше тоников, чтобы у тебя вообще всегда тоники были, да? Соответственно, при себе. И, как бы, вырубай того, кто является царем горы. То есть, у кого королевская, да, херня такая висит. И ты можешь спокойненько занимать свои топчики, как говорится. Этот режим мне нравится значительно больше, чем всякие голодные игры. Потому что здесь реально нужно думать, реагировать и, соответственно, удерживать позицию. Вот сейчас никто не на позицию не бежит. Это очень странно. Чем заняты эти ребята, абсолютно непонятно. Меткие глазы, меткие глазы. Хорошо, я понял вас. Продолжаем отдыхать. А мы лежим, валяемся с тобой, кайфуем. Все у нас хорошо. Эх, зона идет. 48-17. Нормально, пачка. Значит, режим очень интересный тем, что как раз вот эта вот движуха постоянная. Ты можешь вырубать противника, там, справа, слева от себя, да, там. Но это не обязательно, то есть, как бы. Если у тебя есть тоники, то и лучше их экономить, наверное, да. Не пить, как я. Потому что... Ну, ладно, я хочу выиграть. Я поэтому пью, ну... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вот и тоник проебал! Я об этом же говорил тебе. То есть, не пей просто так тоники лишний раз. Лучше подбегая к точке. Не делай, как я. Не делай, как я. Только потому, что, на самом деле, я просто хочу пробежать на территорию. Живым. Скажем так, не знаю, как чувак меня вырубил. Второй. Ой, как вас здесь много, блядь. Да лоу... Нихуясь, это ковбой, блядь. Ну, насмотрелся там, блядь, вестернов. Самый быстрый револьвер. Папа здесь, блядь, вообще-то, ребятки. Хорошо. Посмотри, все ломятся, все ломятся сюда. И сюда. И сюда, маленький. Буду ебать тебя. Это кот. Так. И ты иди сюда. Давай, блядь. Рукобашечка. Давай. Какой-то там тебе... Ой, еще один. Ну вот, сейчас я его пизданул. Подожди, блядь, ты... Ты же не свой. Ёб твою мать, и тебя пизданул. Кого еще пиздануть? Ты там ползаешь, блядь, говно там внизу. Тихо. Только-только сейчас зона отошла. Он столько очков там надолбил, сука. Подняк, зона наша. Зона наша, сидим, удерживаем. То есть, задача здесь нетривиальная. Как бы, по факту, да? Ты сидишь, удерживаешь территорию. Крайне тактически. Чтобы проблематично было противнику на эту территорию забраться. То есть, просто отрабатываешь территорию, чтобы она стала синенькой, и ты набирал очки. Слева находятся твои очки. Справа, ближайшего к тебе. То есть, тот, кто топ-1 или топ-2. Соответственно, если ты вдруг мало очков имеешь, то топ-1 будет. Справа показывается от времени. Слева, соответственно, очки твои. Вот это место мне нравится. С этого амбара тяжело выбить хорошего игрока. Давай посмотрим, что будут делать петушата. Со всех сторон, да? Как саранча, блядь. Ну, это мой хороший. Пончо не потеряй, блядь. Маленький мой. Офигенный режим. Просто обожаю его. Хорошо. Смотрим, что будет дальше. Мне тут кто-то писал. Шумора говорит. Не юзы и меткий глаз. Ну да, блядь. Все вокруг юзы. А ты не юзы и меткий глаз. Есть билды без меткого глаза. Но это нужно определенное оружие и определенный билд, полностью прокачанный до третьего уровня. Вот. А так меткий глаз, тема прикольная. Спиной пробежал. Нормально, удержим, удержим. Им уже меня не догнать, мне кажется. Если сейчас вырубят, то кто-то сможет догнать. Поймаешь. А так... Он тут с метким глазом прыгает вокруг. Удерживаем. Идеально. Идеально просто. Посмотри. Они пытаются... Это что было, блядь? Я его даже не толкал. Он об меня ударился. Хорошо. Еще лезут. Со всех сторон. Смотри, идут. Бля, это что? Что такое? О, да ты меткий ковбой, блядь. Да ладно, давайте спалим, нахуй, дом. Конечно же. Идет, что-то, блядь, это мой дом. Это мой, не сжигайте мой дом, блядь, педики. Давай. Давай, иди нахуй, отсюда. Давай, иди нахуй. Не пизда. Там не пизда. Там уже не встать. Знаешь, чем дольше ты удерживаешь, как ты понял, да, тем лучше. То есть, как ты видишь, 176 листов у отца, который действует с конца. Оставляй бы из лица, парнишку молодца, научиться ссать. Пампара-пампа. Чего, блядь? Роднуля. Роднуля. Хорошо. Там позиция не очень хорошая. То есть, забраться на нее... Мне должно быть сейчас... Блядь, не смог поймать его. Будет сложно. Так. Надо как-то выбивать петушков отсюда. То есть, у меня 176 очков. Сейчас вон меня догоняет какое-то говно, да. Их догоняет достаточно быстро. Еще три минуты времени, и он идет очень сильно по очкам. А что у него так быстро очки идут? Это ватафак вообще. А что у него? У меня так же шли очки? Я что-то не замечал такого. Они прям летят у него, блядь. На крыльях ночи. Режим офигенно. Мне очень нравится. Тут есть разные режимы. Я хочу тебе много, много всего интересного показать. Что вообще есть в Red Dead Online, как говорится, да. Потому что игра реально массивная. И вот тяжело объять, как говорится, все вместе. Я тебе и World PvP показываю, как ты понял уже, да, наверное. То есть, соответственно, я тебе и... Я вот записывал, записываю, записываю. То есть, я продолжаю записывать постоянно. То есть, что-нибудь вижу, какое-нибудь событие. Я включаю запись, как бы, и делаю с тобой, соответственно, зарисовочку какую-то. То есть, и у меня такие записи вот копятся. И что-то я тебе выложу, естественно. Как бы, потому что игра, как я тебе говорил, объемы большие. И постоянно в мире что-то творится. Ты там едешь куда-нибудь, там что-нибудь хуяк произойдет. То есть, ну, реально, как бы, то, чего ты не ожидаешь. Игра подарила уже очень много эмоций. Вот реально, без пиздежа прям... Очень много эмоций. Тихо. Да, малыш. Это что было? Ой, блядь, ой, блядь. Один шот. Ну! Да ёптвою мать, человек, смещение, блядь! Здесь проблема в том, что дробовик сводится очень долго. Соответственно, это не то, что отец мажет. Это дробовик очень долго сводится. Соответственно, там было пару выстрелов, которые должны были попасть точно в цель. Вот, вот, типа того, как бы, видел, да, там, миллиметражи, понимаешь? Это чисто, как бы, естественно, не я мажу, а в это, ну, такая вот хуйня. Ну, сводится дробовик. Как будто сводится когда-нибудь дробовик. Часто перезаряжаешь свой дробовик. Напиши мне. Напиши мне, как часто ты перезаряжаешь свой дробовик. Так, хорошо. Продолжаем удерживать. Минута. Минуту удержать. Минуту удержать, блядь! Работаем, блядь. Второй. Всё? Тут склад против меня играет, что ли? Это что, блядь, такое? Что за боты, блядь? Они хотят зарезать. Они хотят резануть. Не дамся, блядь. Ебать. Они хотят резануть, братья мои. Господи, он реально бежит меня резать. Он меткий глаз активирован. Господи. Господи. Господи, вот это миллион тысяч лайков! Вот это... Вот это самый быстрый револьвер-дробовик! Смотри, с ножом бежит. Сука, давай! Давай! Ты и я? Давай. Пошёл нахуй. Ты и я, блядь. Поймал. Ты... Ой, как красиво. Ёбла разлетаются! И в конце я ложусь. Господи, под вагонетку. Блядь, это некрасиво и неэпично. Ёб твою мать. Давай посмотрим. 0,24 золота, 43 доллара мы с тобой получаем. И 750 экспириенсы, это достаточно много. Победитель Шимору, ваш счёт 236 очков, ребята. Это, блин, не очко. Нихуя! Извините меня, блядь, за выражение. Ты столько фрагов когда-нибудь видел, блядь? Ты столько фрагов когда-нибудь видел? Я, блядь, видел примерно у себя. Но не столько. 48, блядь. 48, блядь. 48, ёбаный, в рот носим. Ну чё, братишка? ПВП тебе понравилось? Ну а теперь пришло время рыбалки. Сегодня, мои дорогие друзья, я познакомлю вас с настоящей рыбалкой. Сейчас рыбка находится вот в этой речке. А эта речка впадает в море. И, соответственно, чтобы эта рыбка не впала в море, она должна впасть ко мне в животик. Что для этого нужно сделать? Достать свою удочку и начать удить рыбочку. Какую хуйню я несу, ёбаный ты рот. Ладно, давай, братишка, порыбачим, поговорим с тобой о ПВП и не о ПВП. Я просто ехал здесь мимо, знаешь. Вот. И как бы решил с тобой поговорить, знаешь. ПВП ты, наверное, уже посмотрел, как говорится, потому что эту часть я вмонтирую потом. Вот, знаешь, что нам нужно для эффективной рыбалки? Нам нужна речная приманка, да, привлекает речную рыбу среднего и большого размера. И нам нужна вот такая вот ловля на поплавок червяк, как говорится. На червяка мы сегодня будем ловить рыбку, которая здесь находится. После рыбалки мы с тобой поищем сокровище. У меня есть металлодетектор, я тебе расскажу, для чего это нужно и как что происходит, значит. По поводу ловли рыбы я раскрою тебе сейчас все тайны и секреты в этой игре. А знаешь, настоящий рыбак всегда закидывает удочку, берет водочку. Нет, ладно. Закидывает удочку. Нажимает орлиный глаз и видит, какая рыбка здесь плавает. А? Рыбка какашка, рыбка маленькая. А нет, что-то крупное. Что-то крупное. Не, быстро стягивается. Ни хера не крупная. Херня полная. Значит, смотри. Тянем, когда рыба не дергается. Рыба начинает дергаться. Начинаем ее вот так вот подсекать. Подсекать вот так вот. Потом тянем. Потом тянем, 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 тянем. Я только что выловил радужную форель, как говорится, перед записью. Ой, это тоже радужная. Не тяни, не тяни, не тяни, не тяни. Уйдет. Уйдет, брат. Вот теперь дотяну. Да, тоже радужная форель села. Тоже радужная форель. Сколько она там? Полтора или три доллара? Полтора, 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 три доллара. Два и сорок один радужная форель. Ну, такое себе, такое себе, как бы. Давай попробуем еще раз ее шлепнуть, как говорится. Но продать ее можно, да. Наживку нужно всегда, естественно, менять, если у тебя наживочка кончается. Речка неплохая, как говорится. Ехали с тенью мимо. Значит, искали, на самом деле, сокровища. Вот, а нашли рыбу. О, там что-то плещется жесткое. Что-то там... Что-то тут жесткое, по-моему, плавает. Что-то тут жесткое и хорошее, не? Опа. Давай. Что-нибудь покрупнее мы... О, это вообще мелочь какая-то. Это что-то вообще маленькое. Это что-то залупа какая-то. Это кто у нас вообще? Ты кто? Ладно, я оставлю, потом продам, что. Не будем выбрасывать, дай ее. 708 грамм... Грамм... 708... Синеже... Синеже... Берник. Кто, блядь, придумал название этой рыбы? Солнечным окунем или... Обычно ее едят жареной. Сыр, отличная наживка. Ладно, но я не на сыр ловил. Я ловил что-нибудь покрупнее. Значит, ну насчет рыбалки ты понял, да? Закидываешь, выуживаешь и так далее. Прокачиваешь себе здоровье и получаешь удовольствие. А теперь смотри, какая у меня есть штука. Опа! Видишь, что у меня в руках? Этой пипендри мы с тобой должны будем найти тайные сокровища, если они здесь есть где-нибудь в этом райончике, как говорится, да? С рыбой, кстати, можно делать по-другому, естественно. То есть, вот смотри, насколько проработанная игра. Значит, смотри, показываю. Вот так дерево, делай. Ну, потом вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чего-то не всплываешь маленькая. Была же здесь. Ну, сейчас не всплыла, как бы. Ну, а тем не менее, глушить и убивать рыбу динамитом можно и подбирать ее тоже. Значит, меня интересует больше, есть ли в этом райончике какие-нибудь сокровища. В чем я сомневаюсь на самом деле. Значит, ты достаешь металлоискатель, бегаешь по территории. И металлоискатель будет издавать звук и мигать, если что-то рядом. Потом ты находишь, соответственно, уже это что-то рядом, если оно будет рядом, как говорится, да? Я в этом райончике, по-моему, не лутал с металлоискателем, поэтому побегать стоит. Поговорить об этом. Значит, вообще, что я слышал про Red Dead Online? Разработчики. Здесь ничего нет. О, хижинка. О, хижинка пустая, что ли? Ну, реально странно, я ее не лутал вроде бы. А она пустая, ничего нет. Разработчики, значит, написали, что будет у нас боевой пропуск. Типа как, ну, ты понял, во всех остальных играх. Здесь уже был боевой пропуск на Xbox и PlayStation. На ПК нет, будет вот на ПК. Далее, что я узнал? Разработчики собираются заниматься игрой вплотную и выпускать очень много разного контента для нее. Чему я безумно рад, потому что сейчас в игре есть чем позов... О, какая черепаха. Да кто такая, ебаный? Черепаха, блядь! А ты кто? А ты медленная, да, сучка? Ты медленная, малышка моя. А чем, интересно, ее лучше? Лупануть. Понятно. Каймановая черепаха. Суп из черепахи сделаем. Я еще такую не встречал здесь. Давай посмотрим, что внутри. Всегда мечтал посмотреть. Вот так вот. Суп черепашей будет у нас, да, значит? Значит, каймановая черепаха здесь вводится. Мясо рептилии или амфибии. Но это мне неинтересно. Значит, металлодетектор здесь не работает. Достаем высокоточный бинокль. Это девайс, который помогает нам найти места раскопок, да, издалека. То есть, может быть, мы какое-нибудь сокровище с тобой выкопаем здесь. Здесь растет травка у нас. Травка это неинтересно? Нет. Значит, вот, разработчики собираются дохрена что делать. И тебе я хотел что сказать. Спасибо тебе большое, что ты не забываешь поставить лайк. Я вижу, что тебе интересно. И я, соответственно, продолжаю для тебя снимать игру. Вот. Сегодняшнюю серию я хотел посвятить, ну, в основном, пвп. Но, тем не менее, хотелось бы тебе показать вещи, которые я вообще еще не показывал. Например, работу с металлодетектором, который ни хрена не работает, потому что в этом райончике ни хрена нет. И уже пошел дождь. Ёб твою мать. Пошел дождь. Это очень эпично и красиво, но это мокро-влажно. И мокро и влажно, да? Игроков, я вижу, в этом райончике нет. И металлодетектор работать вообще не хочет. Вот это вот у меня очень удручает. Опа! Опа! Чем ближе ты к источнику, чем чаще начинает мигать металлодетектор. Ищем. Мы отходим или подходим? Вроде бы где-то в районе. В районе. Чаще мигать не стал. Чаще. 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 Ближе. Мы все ближе. Чувствуешь? Отбегаем. Сюда. Видишь? Видишь, как вы пидерастит? Как хейтера, который вовремя не получил папка. Где-то здесь. Так. Где-то здесь маленький. Опа! Копать. Таким образом мы находим драгоценности. Можем собирать коллекции драгоценностей и продавать их мадам Назар. Это такая шалава, которая ездит на своей тележке серьги с серебряными зубами. Найдено 2 из 11. Почему 2 из 11? Потому что я уже сдал мадам Назар Сергий комплект недавно. Итак, значит. У тебя есть сумка коллекционера. Если ты являешься коллекционером. Где ты можешь собирать с этой коллекции? Вот там различные карты. Коллекцию карты. 240 баксов. Да, там, например. Там, я не знаю. Коллекция браслетов. 271 бакс. Если все их собираешь, соответственно, вот таким вот образом металлодетектором находишь, соответственно, ты получаешь вот эти бабки. То есть, по факту, зарабатываешь бабки тем, что ищешь клады различные. В игре есть различные мероприятия соревновательного характера, да. Кто больше соберет клады. То есть, там много-много-много всего другого. Самое дорогое, как я понял, это коллекции монет. То есть, ты собираешь коллекцию монет, и у тебя все заебись, ты 540 баксов получаешь. Вот таким вот образом работает металлодетектор. Хотел тебе показать, потому что еще ни разу не показывал. То есть, это тоже интересный контент, как мне кажется, в игре. Потому что своя мини-игра в игре, как говорится, да. Бывает такое, что ты вот один раз поймал клад. Достаешь вот так вот, чуть-чуть пробегаешь дальше, и там еще какая-нибудь залупа у тебя подсветится. Ну, не твоя залупа, в смысле, ну, ты понял меня, залупа в игре. Не у твоего персонажа, а залупа в смысле, то, что ты можешь потрогать. Блять, залупа ты и так можешь потрогать. В общем, то, что тебе нужно подсветиться. Так, давай посмотрим. Это цветок. Там тоже цветок. Да, это все цветы. Я не вижу здесь места раскопок, не вижу ничего такого. Я почему тебе хотел это показать, потому что, ну, показать тебе объемность вообще этого мира, это вообще пиздец масштабы. Тут ты можешь просто там, я могу сейчас, например, разбить здесь лагерь, да, охотиться. Там, я не знаю, получать от этого безумное удовольствие. Вот здесь лошадки. Кто это? Кентурийские лошади. О, значит, разбить тебя все, и я не ехал, и он зевнул. Вот. А, и встретить какую-то хуйню вот типа такой, да, потому что ивентов, событий тоже много разных в игре. И есть чем заниматься. Ты можешь параллельно там, я не знаю, искать клады, пока где-то ты бегаешь там. Если ты не идешь на миссию там, соответственно, и так далее. Он, давай, этот домик мы с тобой уже чекали, да. Это я бегу, получается, в обратном направлении. Нам нужно туда. Какого качества? Американский херонок. Велорок. Да, знаешь, американский херонок. Я уже представляю, какой-нибудь мутанта, блядь. Мне, говорит, не нужна компания. А я не предлагал, блядь. Компания ему не нужна. Такой грубиян. Здесь так-так грубиянов много, НПЦ. Главное, чтобы свидетелей не было. С них тоже может всякое падать, как бы. Но если тебе честь дорога твоя, как бы ты не хочешь ее просрать, можешь как бы мимо них пробегать. Я занимался грабежами повозок в свое время, как говорится, да. То есть это было интересно, выгодно, много всякого падало. Это круто. Есть ли у нас здесь раскопочки? Вот это вот непонятно. Так, там что-то насос какой-то едет. Здесь цветок. Не, ничего не подсвечивается такого. Здесь ничего нет. И я думаю, что компас здесь... Извини. Срабатывать не будет. Вот если тоже зеваешь, то не зевай. Эй, братан! Давай не зевай! Рот раззевай! Рот... Ну-ка, подожди. Мне интересно всегда было это сделать. Ну, на такой дистанции вряд ли, конечно. Можно на опережение попробовать. Насколько я меткий, отец Шуморо. И он сворачивает направо. Вот кусок говна! Ножик я забрал. Тоже недолет. Ну, ебаный рот. Ножик я забрал. А если точно кину? Вот так вот. Тоже недолет! Ёб твою мать! Вот это поворот! У нас недолет, сэр! А вот это уже долет, братан. А это уже два ножа в тебе, братишка. Так, здесь у нас фермы. Здесь вроде тоже у нас клада. Быть не должно. Но я не помню, лутал я или нет. То есть, фермы, если есть открытые дома, все ты их можешь залутать. Соответственно, там может быть какой-то интересный лут. Ой, извини. Вот. И, соответственно, как бы этот интересный лут ты тоже получаешь себе. Я просто не спал. Особо не получилось. Дела были. Вот, значит. И, соответственно, тяжело мне очень часто с тобой разговаривать. Но, тем не менее, я с тобой разговариваю и делаю то, что нужно. Вот, значит. Ты мне лучше расскажи, что тебе больше интересно в Red Dead Online. Различные миссии, ПВП, какие-то еще вещи. Потому что много событий происходит. Я стараюсь их отснимать. Да, для тебя. И, соответственно, смонтировать. Поэтому хотел с тобой поговорить на самом деле. Поэтому побегать просто и посмотреть. Не на этом. Значит, хотел с тобой побегать и посмотреть. Заебал зевать там кто-то сейчас комменты. Не пизди там, блядь. Я знаю таких, как ты. Хватит. Что поделать, блядь? Ты тоже можешь сидеть зевать. Кто тебе мешает? Вот, значит. Что интересно? ПВП больше. Каких-то моментов. Осады на игроков там. Я не знаю. Там. Здесь много всего, чем можно позаниматься. И много чего, чем можно снять. Вот миссии на высоких уровнях сложности. Что тебе больше всего нравится в Red Dead Online? То есть, какие интересные и неинтересные вещи ты бы хотел видеть по Red Dead Online на канале? Показать отцовский шот? Не буду. Я не хочу. Вот, значит. И, как бы, что тебе интереснее было бы? Я могу простраивать также и дальше истории. То есть, показывать тебе какие-то реально интересные события, которые были и случались. Но их происходит настолько много, что приходится отфильтровывать, да? Что тебе именно снять? Поэтому вот он мой главный вопрос для тебя. Значит, как клад искать? Я тебе, в принципе, показал. Есть что-то. И еще покажу. И еще покажу. Мне кажется, тут. Тут. Да-да-да, я знаю, где это. Смотри, по чуйке иду чисто. Смотри. Э-э-э. Вот, по чуйке. Да. 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 Да! Это что, наверху? Что там за собака? Там собака бежит. Какого хуя? Это здесь. Это здесь. В смысле? Так, меня еще не наябывали. Подожди. Здесь? Да. Вот оно. Вот. Нашли с тобой что-то, значит. Ну, новый уровень коллекционера. Вот, значит. Что тебе интересно? Хотелось бы узнать. Что, чего больше? Мировые какие-то такие события. О, пенни. Блин, я нашел пень монету, по-моему, которой у меня не было. А нет, у меня уже была эта монета. Но я ее здесь не выкапывал. Я ее выкапывал в других местах. Пенни у меня уже была. Эй, пенни. Отцовский шот. Пал. Ты понял? Вот это да! Вот это я понимаю. Чего? Успокоились, ребята. Вот, значит. В игре заниматься можно много чем, поэтому я тебя и спрашиваю, да? То есть какой-то конкретики. Потому что, может быть, ты что-то конкретного хочешь увидеть, а я тебе это еще не снял, да? Чего тебе показать? Потому что, ну, всякие легендарные миссии, они меняются раз в неделю. Это мы тоже тебе поснимаем. То есть, как бы, может быть, сюжетные кампании какие-то, может быть, реально вот эти вот разные вещи, типа охоты, типа еще чего-то. Потому что, ну, много разных событий есть, кстати, пвпшных. Поэтому, ты мне напиши, и если тебе нравится, не забывай въебать лайк. Как бы, чтобы РДР продолжал выходить на канале. Потому что, всякое может быть, вдруг тебе не понравится. И мне придется убрать его с канала, понимаешь? Так, здесь я не спрыгну точно, здесь никак не сойти. Давай еще раз достанем. Вот такая вот жизнь, как говорится, да? Бегаешь, ты можешь на лошади скакать, в принципе, и проверять эти все места. И так далее. Можешь делать все, что угодно. Ну, а что я могу тебе сказать? Могу тебе сказать одно. Единственное и правильное. Значит, спасибо тебе за то, что ты смотришь Red Dead Online. Значит, показал я тебе сегодня и пвп интересное, и коллекционера, и события разные. Хотел с тобой лампово поговорить. Не знаю, получилось, не получилось. Спать хочу. Но, тем не менее, мне кажется, что ты тоже получаешь кайф от того, что я получаю кайф, играя и снимая в эту игру. Поэтому, будет ли эта серия финальной или нет, зависит только от тебя. Я-то играть буду дальше. Вот, я хочу провести стрим. Не знаю, в ближайшие дни, возможно. Возможно, по ней, возможно, нет. Поэтому ответь мне, пожалуйста, на эти все вопросы. Все, я тебя целую и люблю, как говорится. А мы с тенью врываемся дальше, в далекие-далекие дали. Где нас с тобой нахую не видали. Смотри, как красиво. Смотри, как красиво. А теперь я просто говорю. Вперед, тень! Врываемся с тобой. В победные-победные приключения. В новый день, который наступит совсем скоро. И снимем еще Red Dead Online. Вперед, тень! А я ей не сказал пока. Пока, дружище! Блядь, ну... Чё всё испортил? Теперь камера должна смениться. Блядь, всё неправильно по режиссуре. Ёб твою мать, а. А сзади какой-то игрок, блядь, едет. Всё неправильно. Почему? Почему? Я не понимаю. Почему, когда мне нужно по режиссуре, блядь, сделать всё охуенно, идеально, Почему у меня... То камень, блядь, на дорожке спотыкнется, то еще какая-нибудь хуйня, то еще какая-нибудь залупа происходит, понимаешь? И постоянно все это залупы пахнет, кстати. Сейчас я покажу тебе хейтера. Давай я покажу тебе, раз уж ты здесь, раз уж ты здесь остался, смотри. Я охуел, когда это увидел. Я еще помню, на лошади споткнулся и упал прямо вот в этого человека. Но это же просто полный пиздец. Кто эти люди? Как я понял, и здесь работает гробовщик, и эти люди повыпадали из гробов. К чему этот ивент, мне абсолютно непонятно. Они просто взяли и повыпадали, ребята. Это охуенно, конечно. Но непременно, никого нет. Значит, все. Целую, тебя люблю. Пиши. Надеюсь, ты ответишь на мои вопросы. Red Dead Online у нас продолжается. Мир живет своей жизнью. Вот сейчас ночь, все спят, но мы в любой момент можем натворить любой кочерги, как говорится. То есть, и этим я эту игру люблю. И этим она мне продолжает нравиться, потому что здесь реально полная свобода действий, атмосфера и все прочее. Все прям соблюдают. Посмотри, как красиво. Ну ты просто, вот мы вышли с тобой такие. Ну, блядь, ну это пиздец вообще. Ну это просто ты каждый момент, столько моментов дарит игра. Такой выходишь, такой просто. Закурил такой, пошел, блядь. Ты вообще приезжий здесь, не местный. Да, ты такой. Ну вот просто ты, ну давай, допустим. Ты приедешь. А ты маньяк-убийца, вонючий, говно, короче. Как, как выглядит говно? Вот так выглядит говно. Ты такой маньяк-убийца. Такой вонючий. Ты приехал сюда веселиться, правильно? То есть, это новый для тебя город, блядь. Ты такой, опа. А где клиенты? А где клиенты? Что это за мотель такой, блядь? Он что, издевается надо мной? А в этом городишке никого нет, я понял. Сниму, сниму. В этом городишке никого нет, потому что здесь отсюда все сбежали, нахуй. Здесь трупы валяются повсюду. А, это город чумной. Она говорит про доктор. Этот город заражен чумой. Отсюда все сбежали. Отсюда все сбежали. Видишь, больные люди. Это больные люди. Какая вы милая пара. Но я вылечил. Я просто вылечил. Это больной город, его нужно реально лечить. Он самогон с ней был. Я могу бороться, говорит. Видишь, это бедные больные люди. Их нужно лечить, получается, в этом городе. Их нужно просто вылечить. Их не... У них не было доктора. Понимаешь? У них просто не было доктора. И, соответственно, они... Вот тебе и история. Вот, мы пришли в городишко какой-то неизвестный. И мы лечим людей. Понимаешь? И в этом вся суть. То есть, ты можешь... Вот просто вот... Ты пришел и лечишь. И тебя вылечат. И чародейское зелье у меня есть. Ну что, братья мои и сестры. А на этом мы, правда, закончим уже серию. Желаю тебе счастья, любви, здоровья. Редкий цветок. Ты видишь, да? Ты видишь, как цепляет? Ты просто живешь. Ты просто развиваешься. Ты что-то делаешь. Бац-бац-бац. Одно за другое. Третье. Тут бы сейчас ворвались какие-нибудь гейнгстеры-игроки. Или я достал бы, например, металлоискатель. И нашел бы еще одно какое-нибудь сокровище. Да? То есть, ну, всякое может быть. Вот так вот. Оп. И он... Не пищит. Но он бы мог пищать, например. И я уже зацепился за другое. Потом бы проехали игроки. Хуи. Мы с ним бы зарубились в ПВП. Потому что мне не понравился, например, его костюм. А ему не понравился мой костюм. И в этом вся суть. Здесь так круто. Просто делай, что хочешь. Ладно, все. Целую, люблю. Счастья, здоровья тебе. И увидимся. Пока-пока. Так вот, да. Это мне нравится. Так вот. Опа. Какая красавица. Да, ну все, давай.